В Турции разгорелся скандал. 67-летняя турецкая певица Сизен Аксу выпустила ремикс своей старой песни, в тексте которой Адам и Хава называются невежественными – «Джахиль». Спустя недели в сети стали появляться возмущения. Общественность потребовала привлечь певицу к ответственности, предусмотренной статьей 216 Уголовного кодекса за публичное унижение религиозных ценностей. Спустя три недели количество дизлайков на клип турецкой певицы превысило 100 тысяч, против 48 тысяч лайков. Своё мнение о скандальной песне высказал и президент Турции Реджеп Таип Эрдоган. Ничей язык не может оскорблять нашего господина Адама и Матьеву. Наш долг – сломать эти языки, когда будет необходимо. Турецкая творческая интеллигенция в подавляющем большинстве встала на сторону певицы. Сизен Аксу поддержали и оппозиционные политики, в частности, мэр Стамбула от партии кемолистов Экрем и Мамаглу. Поддержавшие певицу политики считают, что творчеству нельзя подвергать цензуре. По сообщению телеграм-канала «Голос Турции», лидер оппозиционной партии ИИИ партии Мираль Акшенер, комментируя скандал, написала у себя в Твиттере, что те, кто сам когда-то был осужден за стихи, сегодня наказывают других за поэзию. Никаких имён Акшенер не назвала, однако речь, очевидно, шла о Бардогане. В 1999 году его приговорили к десяти месяцам тюрьмы. Впоследствии срок был сокращен до четырёх месяцев за прочтение следующего стихотворения. «Минареты – это наши штыки, купола – наши щиты, мечети – наши казармы, а прихожане – наши воины». За прочтение этого стиха будущий глава государства был признан виновным в нарушении статьи 312 Уголовного кодекса «Подстрекательство к насилию и ненависти». В этой связи невежеством, которое певица приписывает прародителям человечества, можно назвать как раз некорректное сравнение случая с тюремным заключением Эрдогана и оскорблением пророка Адама, мир ему, и праматери Хавы. А что думаете по этому поводу вы? Нужно ли привлекать к уголовной ответственности тех, кто оскорбляет пророков, особенно прародителей?